АЛЕКСАНДР ГАМОЛЯ АЛЕКСАНДР ГАМОЛЯ 37 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистровано зараз на Гомельшине. На развитии приватного бизнеса ишла размова по часу встречи Владимира Дворника с представниками деловых колов. Подробности в наступном сюжете. Спочатку представники областной городской улады наведали Алкапак – предприемство, резидент свободной экономической зоны Гомель-Ратон. Тут займаются выпуском закарковочной продукции. 80% ее объема – что годы дня на экспорт. Постоянные импортеры – краины СНД, Франция, Польша. Освоивается и американский рынок. Замоцаваться там будет нелегко. Але это стратегичный накерунок, який удалейшим принесе добрые выники. А кроме такого худка на Алкапаку пошнуть выпуск выработок медицинского призначения. Основная частка до 90% будет экспортоваться. Остатнего хопить капцалкам забеспечить потребы внутреннего рынка. На организацию вытворчасти потратить около 4,5 миллионов евро. Великые планы по нарушиванию экспорта мают и замежные резиденты свободной экономической зоны. На сегодняшний момент наше предприятие, общие его производственные мощности и объемы выпускаемой продукции, мы вышли на первое место в СНГ по объемам производства сварочных электродов двумя заводами. Основной экспорт белорусского завода – это, конечно же, Российская Федерация, это страны таможенного союза. Подчас встречи с губернатором, бизнесмены делятся своими проблемами и поспехами. Але скоростная идея, якую выказывали удельники – необходность снижения выдатку на выпуск продукции. И тогда не спотребятся складанные и затратные товаропроводные сетки. Что тычется непосредственно резидентов СССР, то, не глядячи на обмену некоторых податковых и льгот, свою экономичную деятельность на территории Беларуси лечить выгодной. А у выращения многих проблем спадяются на допомогу керавництва свободной экономической зоны. Сегодня ситуация в мире говорит о том, что ситуация очень сильно, очень быстро меняется. И мы должны приспосабливаться к этому. Как быстро мы сможем приспособиться, от этого зависят наши успехи. И я думаю, что администрация здесь должна и будет в этом помогать. До речи, летость на Гомельшине было открыто свыше 700 новых организаций. У Тымлико амальдзве сотни у вытворшей глине. Большость – у сферы гандлю, а так само ремонту автомобилей и бытовой техники. Далее идут промысловость, будовництво, транспорт, сельская и лесная господарка. Дякуючи заявлению новых субъектов господарания, прационные места отримали свыше 6 тысяч человек. Марина Северьянова, Валерий Габанько, телерадо и компания «Гомель». Профессия программиста зараз бадная одна из самых популярных у Беларуси. Межтым бурное развитие IT-технологий потребует сучасных методов подрихтовки специалистов. Это добро разумеется у Гомельским державным университетом. Тут появился первый в Беларуси официально авторизованный научный центр компании «Делинк». На базе физичного факультета открылась лаборатория сучасных компьютерных систем и сеток. Она даст мягчимость рихтовать будущих специалистов на основе опошних досягнений программирования. Свои веды тут будут передавать выкладчики ВНУ, які селета пройшли стажировку у компании «Делинк» и отримали отповедные сертификаты. А кроме того, в адекватный процесс включились и ведущие специалисты компании. Они провели несколько майстер-классов и семинаров. Плануют принимать это дело в изначении тематик курсовых и дипломных работ. И главные студенты, которые успехово пройдут научение в этом центре, отримают шанс работать над проектами ведущих компаний по вытворчасти сеткового и телекоммуникационного обстановления. У нас есть заявки от ведущих компаний IT, IBM, PAM и так далее. То есть все ведущие компании, которые присутствуют в Гомельском регионе, они дали заявки на этих специалистов. У Гомельским областным центром гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья провели прием грамадзян и промую телефонную линию, с якими пытаниями же хары региона звертались от доголовного державного санитарного уральша. Доведалась Ганна Ковалева. За первые 10 хвилин с початку телефонной линии отказы на пытание поспели отримать 3 человеки. Еще один человек пришел до Александра Тарасинки на особистый прием. Санитарная норма у сферы гандлю, громадского харчавания, профилактика захворывания и навод праца уладкования. Спектр пытаний широкий. Гвельчанин Геннадзь Дубицкий пришел у надеясь найти в решении своей проблемы. Больше, как три года из-за труб водозабеспечения у его квартиры не спыняются гудения и вибрации. До этого мужчина звертался до специалистов городского центра. Однако замер децибилов провели весной, коли отепляльный сезон скончился. У вынику приборы показали лечбу 23, якоида критичные отзнаки не хапила усяход 3 децибелы. В каждой жилой комнате есть водопроводные трубы. Трубы горячей и холодной воды. Потому что у меня находится жилая комната, а наверху находится кухня. Трубы идут по стене в одной комнате и в другой. Трубы горячей и холодной воды. Вот и все. Вот они и гудут. Вырошить питание, цедать по импломатчине специалисты, обовязанные на протягу двух тыднев. Обставины ситуации с гудшными трубами высветлять в ближайшие дни. Давайте мы определимся так, что в пятницу, это 20 числа, к вам приедут представители нашего областного центра. Это лабораторный отдел. Представители ЖО4, так, уже связались с ними. 23.00, да? В ночное время. В ночное время. 23.00. Дело в том, что измерение шума проводится по методике из 23 до 7 утра. Частка зворотов оказалась не по адресе. Не у всех ученые пытания были у компетенции специалистов центра. Але и такие проблемы не застанутся поза увагой. Их передадутся отповедным установам, які дадут отказ так само у двух тыдневый термин. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». До інших тем спробував узбегчий от погони, знёс агароджу и звалився у яр глубиной 15 метров. Супрацовники ДАИ проследовали нецвярозого водителя, який не выкнал потребования по припынку. Автомобиль не подлягай одновлению, зато и на самим шумахеры ни одной драпины. Усё почалося на пересечении в улице Косарова с Реческим проспектом. Инспекторы батальона дорожно-патрульной службы зауважили автомобиль, манёвры якого не отповедали адекватной траектории руху. Увы, неку почалася погоня, якая проходила праз в улицу Лазурную, а скончилась на кольце, где пересекаются обязная дорога и в улице Барыкина. На худкости, прикладно у 120 км за годину, водитель автомобиля «Фольцваген Гольф» не справился с кированием, сутыкнулся с отбойником, отсюда миновал осветляльную опору и звалился у яр. Автомобиль отрывал по шкоджении, сбоку водителя спрацевала подушка биоспеки. Водитель вылез из автомобиля и пытался скрыться бегством, но был задержан сотрудниками госавтоинспекции. В отношении его было составлено 11 протоколов за нарушение правил маневрирования, нарушение правил обгона, неоднократные требования об остановке, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и управление автомобилем не имея права управления, так как ранее в 2014 году этот водитель уже был лишен права управления за то, что управлял в нетрезвом виде. 36-годовый водитель Жихара областного центра, а доглядую он отмовился. Зараз утякач отсыпается дома, ему поражая по величине термину позбавления водительского посвечения и штрафу по мере от 1000 рублей. До речи, за минулый год супрацевники ДАИ затримали маль 3900 цвярозых водителев. По их вине отбылося 52 ДТЗ, у яких 20 человек загинули, по сотне отримали травмы разной ступени тяжкости. Сегодня свое профессийное свято означают белорусские выратовальники службе МНС нашей краины в 18 годах. За этот короткий термин яна доказала сдольность выращать любые надзвычайные задачи. Только в Гомельской области за минулый год выратована на пожарах 66 життям. За добросумленную працу лепшие сопрацевники у святочных день отримают грамоты Министерства по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь подяки и нагрудные знаки. Усяго каля 20 узнагарот. Головное орачистое мероприемство пройдет у Центра пропаганды и взаимодействия с громадскостью областного управления МНС. Силами работников органов подразделений будет представлена концертная программа. На наш праздник наряду с коллегами из силовых структур области приглашен начальник управления Государственной службы Украины по ЧС Черниговской области. Я благодарен своим коллегам в других министерствах и ведомствах, губернатору, руководителям исполкомов за помощь в реализации государственной политики в сфере предупреждения о ликвидации чрезвычайной ситуации. Только благодаря совместному труду нам который год подряд удается сохранять положительную динамику в снижении количества трагедий. Мои особые слова благодарности ветеранам службы, которые всегда являются желанными гостями в наших подразделениях. Арт-гурт «Беларусы» зараз находится у гастрольным туры по городах нашей краины. Слухачам артысты представляют новую программу под назвой «Великий калядный концерт». Выступили беларусы для своих гомельских прихильников. Место в зале заняли и наши корреспонденты. Это первый великий гастрольный тур по краине и первый сольный концерт у гомеля. Молодый, харизматичный, а баяльный арт-гурт «Беларусы» нарештся со своими прихильниками. У этой «Калядные дни» артысты презентуют программу, которая так и называется «Великий калядный концерт». По концертную программу вайшли классичные творы, хоралы гатышных соборов, таймничая тихая ночь и нават задорные джингл-беллз. Арт-гурт «Беларусы» заразь один из самых запотребованных мужчинских коллективов. Пять голосов, пять в образов и пять характеров. Уродженцы омали у всех регионов Беларуси. Гомель представляет солист Александр Ковалев. Очень волнительно, потому что выступать на родной земле гораздо более ответственно, нежели ты выступаешь где-то. Тем более сегодня в зале будет присутствовать моя мать. И мне хотелось бы показать самое лучшее из того, что я могу, что я умею. Показать то, чему я в принципе за большое вот это время научился, чему, что я могу дать другим людям и чем я могу со всеми поделиться. Подчас концерта артысты спевали на десяти мовах свету, выконали авторские творы и любимые хиты. Александр Лупиненко, Валерий Гапанько, Телерадо и компания «Гомель». Сегодня православные святкуют водохрыща. Для жахаров агрогородка Пакалюбич и свято в этом году особливые. У храме пропадобного Микиты Спавядальника, епископа Халкидонского, у першыню открылась купель. Подробязности в наступном сюжете. У храме пропадобного Микиты Спавядальника у Пакалюбичах зараз особлива шматлюдна. Верники собрались не только к обнабрать воды, а лею бачить выник працы у сего прихода. Теперь на месте, где бьют природные водные ключи, открыта водосвятная купель. Ранее территория Крыницы была забрудженной, а зараз, дякуючи огульным намаганням жахаров, у Пакалюбичах з'явилась славутость. Затея была наша с батюшкой, флаги подняли мы с ним. Ну и уже весь народ пошел за нами. Самое основное было забить сваи, на чем сидит наша купель. Сами сруб делали, сами за лесом ездили, договаривались. Видите, батюшку у нас сегодня ранного, красивого. А как он ездил на тракторе, вот люди в своем тракторе, по всем Пакалюбичам, своими руками, вот которыми он проскомедию совершает, и деток крестит, и все этими ручками, он камни эти собирал, ложил трактор, и в этом же, ну в рабочем облачении ездил на этих камнях. Это вот столько трудов было вложено. Будинок купели дравляны, латкованы две теплые раздевальни, и зручный спуск до воды. Усе жадающие могут окунуться и набрать освеченной воды с незамерзающей крыницы. Окунание у купель на водохреща – это не спорт и экстрим. Важно разуметь необходность духовного асенсования свята. Самая глубинная тайна, что Бог есть един в трех ипостасях. Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Святой Дух. И в этот день совершается великое освящение воды в честь того, что сам Господь освящает воды Иордана, и мы с вами сегодня приступляемся к новоосвященной крещенской воде с особым благословением, с особым благоговением. Просим, чтобы она была и целительной для нас, и нашей души, и нашего с вами тела. Не зря мы, когда опускаемся в купель, мы говорим, что мы не просто так делаем это, а во имя Отца первое поражение и Сына, второе поражение и Святого Духа – погружение. У тех, кто отчул душевную потребу окунуться в водо-хрышченской воде, есть все махчимости. У Гомеля специальные места обсталяваны в пляжной зоне слева от пешеходного моста Раки Сож. Купели открыты для верников так само в приходах на территории Спаса Преображенского храма в храме Святого Архангела Михаила, на озере побачь с храмом Святого Великомученика Георгия Перамоганосца. Ганна Коральчук, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.cvrgomel.by На этом выпуск завершен. У студии працювала Александр Гамоля. Добрых вам новинок и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин